Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Дегтярь, я являюсь доктором акупунктуры и восточной медицины, а также основателем практики Life Balance Clinic. Наша клиника специализируется на лечении острых и хронических болей, лечении зависимости, страхов, эмоциональных проблем. Сегодня я хотел бы продолжить наш разговор об ухудшении зрения и рассказать о том, как восточная медицина и в частности акупунктура может помочь восстановить зрение. Китайская медицина не рассматривает дегенеративные заболевания глаз как отдельную проблему глаза, а скорее как системную ситуацию всего организма. Функция органа зрения таким образом зависит от состояния различных органов и систем организма. Например, при дистрофии желтого пятна появляются бляшки, которые называются друзы. Они накапливаются в сетчатке практически так же, как и любые другие атеросклеротические бляшки в нашем организме. Таким образом, если в процессе лечения не обращать внимания на этот системный процесс, остается мало шансов на длительное улучшение зрения и восстановление общего состояния здоровья. Поэтому наш подход – это подход, направленный на весь организм, а не только на отдельную его часть. Он включает в себя изменения стиля жизни, подбор правильного питания, подбор специальных упражнений как для глаз, так и для всего тела, специфические витамины и пищевые добавки и многое другое. И самое главное, что предлагает восточная медицина – это эффективное специфическое лечение этих состояний с использованием акупунктуры. Как же работает акупунктура в данном случае? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу напомнить три основных механизма, влияющих непосредственно на повреждения фоторецепторов сетчатки. Это нарушение циркуляции, хроническое воспаление и оксидативный стресс. Как оказывается, акупунктура воздействует на все эти три процесса. В первую очередь улучшая микроциркуляцию крови сетчатки. И за счет этого начинает поступать кислород, удаляются процессы распада. Акупунктура также стимулирует нервные клетки. И, что очень важно, активирует так называемые спящие фоторецепторы. Здесь нужно пояснить, что значит спящие фоторецепторы. В нашей сетчатке огромное количество фоторецепторов. 120 миллионов палочек, 6 миллионов колбочек. И не все из этих фоторецепторов активно участвуют в передаче информации. И акупунктура как раз включает, стимулирует эти так называемые спящие фоторецепторы. Также иглоукалывание синхронизирует и организует хаотичные электрические сигналы. Регулирует автономную нервную систему. В частности, активирует парасимпатическую нервную систему. И также улучшает состояние сосудов глаза. У нас в Life Balance Clinic мы используем новый подход к восстановлению потерянного зрения, который называется ЭКОНОВА. ЭКОНОВА – это протокол, включающий недавно открытые точки акупунктуры, которые расположены только в руках и ногах. И не связаны с какой-либо другой системой акупунктуры. Эти точки были обнаружены и исследованы в Дании, начиная с 80-х годов прошлого века. Более 10 тысяч человек прошли лечение с помощью этой процедуры по всей Европе. И у 80% пациентов наблюдалось заметное улучшение зрения. Лечение состоит из нескольких фаз. Первая фаза очень важная – восстанавливающая. Акупунктура проводится на протяжении 10-15 дней дважды в день. Цель этой фазы – запустить процесс восстановления и определить, как быстро можно ожидать результат. Следующая фаза – корректирующая, когда курсы акупунктуры проводятся раз в полгода для достижения максимального эффекта. Третья фаза – поддерживающая. Это несколько процедур в год для поддержания результата. В университете Джана Хапкинса было проведено исследование эффективности акупунктуры в лечении пигментного ретинита. Выводы этого исследования гласили – акупунктура может давать значительные измеримые результаты в восстановлении пострадавшей зрительной функции. В дополнение к тяжелым или хроническим глазным заболеваниям, иглоукалывание может повысить общую остроту зрения, снизить чувствительность к свету, устранить сухость глаза. По всем вопросам звоните в Life Balance Clinic по телефону 847-724-1777. На сегодня у меня все. Следите за нашими новостями и смотрите наши новые видеоматериалы. Спасибо.